Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава книги Иисуса Новина, читаю перевод Российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну и в этой главе разбирается на практическом примере один вопрос. Вот в шестом уже говорилось, что Иерихон должен быть предан заклятию, он должен быть уничтожен как жители, так и все имущество. Только металл кладется в сокровищницу Господу, ну то есть он изымается из человеческого обихода и будет использован только для каких-то нужд скини и совершающегося перед ней богослужения. И возникает разумный вопрос, зачем уничтожать вещи? Ну хорошо, хорошо, мы поняли, что невозможно справиться с язычеством иначе как уничтожить всех язычников, но вещи-то пригодятся, вещи, чем виноваты. Или скот, может не надо. Вот седьмая глава как раз показывает, почему. Но израильтяне нарушили заклятие. А хан, сын Корми, сын Изавди, сын Зераха из племени Иуды, взял себе то, что было преданно заклятию, и разгорелся гнев Господня на сынов Израилевых. Заклятие – это как раз вот такое слово, хером на древнееврейском, которое обозначает то, что эти предметы, люди, вещи, живые существа, они должны никак соприкасаться с живыми людьми повседневного обихода. Это должно все быть либо уничтожено, либо передано в святилище. Из Иерихона Иисус послал своих людей в город Ай, что близ Бетавена, к востоку от Бетели. Еще один город, второй. «Ступайте, разузнайте про эту страну, велел он им. Они сходили в Ай на разведку и, вернувшись, сказали Иисусу, всему войску туда идти не нужно, пусть пойдут две-три тысячи, этого хватит, чтобы завоевать Ай. Людей там немного, не утомляй этим походом весь народ». Около трех тысяч человек отправились в поход и обратились в бегство пред жителями Ая. Тридцать шесть человек убили жителя Ая, они гнались за израильтянами по склону горы от городских ворот до каменоломен и убивали их. И все пошло не так. После этого сердца израильтян замерли от страха и стали как вода. Иисус разорвал свои одежды и простерся низ перед ковчегом Господа и до вечера не вставал с земли, и вместе с ним старейшина Израиля. Головы свои не посыпали пылью. «О, Господь Бог, — говорил Иисус, — зачем ты перевел этот народ через Иордан, чтобы отдать нас в руки Амареев и погубить нас? Лучше бы мы остались за Иорданом. О, Господь мой, что скажу я теперь, когда израильтяне обратились в бегство пред врагами? Узнают про это Ханани и все, кто живет в этой стране, и окружат они нас, и сотрут наше имя с лица земли. Но если ты допустишь такое, что будет с твоим великим именем?» Смысл понятен. Смотрите, да, не обвиняет своих воинов, что же вы проиграли битву, не ругает противников, или там не говорит, о, три тысячи не смогли завоевать, давайте отправим пять тысяч или десять, да. Это поражение от Господа. То есть все, что происходит между израильтянами и местными жителями, на самом деле происходит между Богом и людьми. И поэтому только его и нужно спрашивать о том, что произошло. «Встань», — повелел Господь Иисус, — «что ты лежишь здесь, простерзший снится? Израильтяне согрешили и нарушили договор, который я им велел соблюдать. Они взяли то, что было предано заклятию, украли, утаили, спрятали среди своих вещей. Теперь они не могут противостоять врагам и будут обращаться при ними в бегство. Теперь они сами попали под заклятие и обречены на уничтожение. Не буду я больше с вами, пока вы не уничтожите у себя все, что предано заклятию. «Освети и очисти народ». То есть, понятно, заклятие — это то, что подлежит уничтожению. Вот как при чуме какой-нибудь там сжигаются одежда людей, умерших от чумы, их дома тоже разрушаются и выбрасывается этот материал или уничтожается огнем. Так и здесь вот эта языческая культура довольно высокая для того времени. Ханаам все-таки был достаточно высокоразвитой землей. Она должна быть полностью уничтожена, потому что это язычество передается как чумная зараза, просто от прикосновения, даже от того, что они будут пользоваться этими вещами. «Освети и очисти народ. Объяви им, к завтрашнему дню вы должны осветиться и очиститься, ибо так говорит Господь, Бог Израиле. У вас, израильтяне, есть вещи, преданные заклятию. Пока вы не избавитесь от всего, что предано заклятию, вы не можете противостоять врагам. Пусть наутро сюда приходит племя за племенем. Из того племени, на который укажет Господь, пусть подходит один род за другим. Из того рода, на который укажет Господь, пусть подходит семья за семьей. Из семьи, на которую укажет Господь, пусть подходит один мужчина за другим». То есть по жребию потом так будет избран первый царь Саул. На него Господь укажет по жребию и, соответственно, будет показано. Нельзя всех по очереди проводить, а вот род, потом семью, потом мужчину отдельного. Кто будет увлечен, что у него есть вещи, преданные заклятию, тот должен быть сожжен вместе со всем, что у него есть. Он нарушил договор с Господом, он запятнал Израиль гнусным делом. Не просто казнен, он сожжен, смерть такая и мучительная, и демонстративная, и позорная. Вот да, вот настолько серьезно. На следующий день, рано утром, Иисус велел израильтянам подходить к нему племя за племенем, и было указано на племя Иуды. Он велел подходить родам Иудинам, и было указано на род Зераха. Велел подходить мужчинам из рода Зераха, и было указано на Завде. Велел подходить мужчинам из его семьи, и было указано на Ахана, сына Карми, сына Завде, сына Зераха из племени Иуды. Сын мой, сказал Иисус Ахану, прославь Господа Бога Израилева, воздая ему хвалу, и расскажи мне, что ты сделал. не скрывает меня ничего то есть даже это является поводом прославить богом потому что он указал и охан сказал иисусу да это я согрешу против господа бога израилева вот как это было я видел среди добычи роскошное шинарское деяние шинар в месопотамия серебро 200 шекелей слиток золота весом 50 шекелей вот она языческая культура которая одновременно роскошно в которой столько прекрасных вещей мне очень захотелось взять это и я взял все это зарыто у меня в шатре серебро в самом низу ну то есть шатры разбита они же еще не в постоянных домах живут значит можно вырыть яму шатер он закрывает вот можно вырыть яму там зарыть сверху положить какую-то циновку люди иисуса побежали по его приказу в шатерах она не нашли все это спрятанном у него в шатре серебро было в самом низу они забрали все это из шатра принесли к иисусу и всему народу израиля и положили пред господом после этого иисус и все израильтяне взяли ахана сына зераха вместе с этим серебром мантии слитком золото вместе с его сыновьями и дочерьми быками и ослами овцами и козами вместе с его шатром вместе со всем что у него было и повели в долину ахор до сыновьями дочерьми ну на этом фоне быки ослы овцы и коза уже кажутся мелочью дочитаем потом подумаем зачем ты навел на нас беду сказал ему иисус ныне господь навел беду на тебя и все израильтяне насмерть забили ахана камнями всех кого они туда привели израильтяне забили камнями и сожгли уже соответственно мертвые тела а поверхно бросали большую большую груду камней она и по сей день там после этого гнев господа утих а место это с тех пор и до ныне и зовется долиной ахор ахор похоже на глагол ахар навлекать беду у меня нет объяснения для того почему погибла вся семья но в каком-то смысле это полная аналогия к тому как уничтожает город эрихон то есть на тот момент израильтяне не видя другого способа расстаться с язычеством кроме как действительно физически уничтожить всех его носителей причем даже те кто может стать этим носителем что называется по наследству сегодня у нас эти способы есть и вы знаете я думаю что в огромной степени книга иисуса новина это про первые шаги вот от состояния дикость и варварство когда просто убивают чужаков да ну или своих которые нарушили какие-то правила запреты и причем вместе с их родом семьей к тому что все-таки есть какая-то иная точка отсчета кроме вот наши личные неприязни к этим людям нашего желания завладеть тем что у них есть кстати может быть отчасти потому и придается заклятию это не набег за богатствами то что потом будут практиковать очень часто напасть на чужую какую-то страну забрать оттуда все ценные унести с собой хороший способ обогатиться многие будут так жить в дальнейшем это способ совершить некоторую справедливость высшую израильтяне того времени представляли себе ее так мне кажется было бы наивно думать что это было действительно высшая форма какой-то божественной справедливости божественной воли я думаю что люди просто постепенно учатся распознавать ее тоньше глубже полнее но на тот момент они поняли пожалуй только одно что нельзя убивать просто так что для убийства требуется какая-то высокая санкция сверху а путь до евангельского подставь другую щеку был очень длинным но мне кажется что это все таки одна из первых ступеней на этом пути hecho всего Ito мыetки что в воздухе illона Продолжение следует...